Вобили-то, потому что милиция сказала, что он ничего не сделал плохого. Он так чуть-чуть, слегка, где-то, ну так, переборщил. В рамках полномочия. В рамках полномочия. Вот народ после этого звереет, и взгляда не имеет значения. Народ берется за бейсбольные биты. Вот Челябинская область МИАС, да, фестиваль-то, торнадо, заметили? Он так не очень, может, прошел там в Москве, но я заметил. Молодые люди с бейсбольными битвами, без всякой мотивации, пришли и стали всех дубасить. И избили там немеряное количество людей, озверевших. Вот этот сценарий такой, знаете, киргизского уровня, я скажу, киргизский сценарий. Потому что все-таки сценарий, который я описываю, такой более европейский, спокойный. Это сценарий, возможно. Что может быть, я не знаю, поводом, я не знаю. Межнациональный будет конфликт, там убили там кого-нибудь парня, там, я не знаю, ну, всякое может быть. Я не знаю. Это плохой сценарий, между прочим. Я хочу рассказать, я, понимаете, в силу возраста, там, потому что у меня уже детей много и так далее, я вообще не революционер. И вот так вот прутьями там бегать, там, по улице, всех дубасить, даже ненавистных армонцев, я не готов. И потому что боюсь сильно, потому что считаю, что это неправильно, потому что кровь польется. И причем польется совсем не у власти имущих, а у простых людей, да? Вот, я как раз сторонник такого мирного сценария. Но сценарий этот возможен. Мы его видим, партизаны приморские. А что они стали партизанами? Вот все говорят, они погибли. А я считаю, что они от отчаяния туда ушли. Ну, если эти беспредельничают, так что им делать? То же самое в Перми было. Сейчас на Кавказе. Ведь на самом деле у нас машина времени есть. Это Кавказ. Там каждый день убивают милиционеров. Каждый божий день. Почему? Коррупция, воровство, беспредел, похищение людей. Каждый день их убивают. Хотите узнать, что с Россией будет? Туда съездят Дагестан. Это ужасно. Вот сценарий, что Россия превратится в Кавказ. Но я, опять, я, знаете, я не ясновидящий совсем. Просто вам говорю, что есть ужасно. Теперь есть еще один сценарий. Близкий к моему первому. Это когда режим, напугавшись вот подобного рода жемчужных прапорщиков, точнее расправы над ними, партизан, которые там по всей стране появились, вот этих волнений действительно молодых людей, которым не дают нормально жить и добиваться успеха в жизни, когда режим начнет сам идти на демократизацию. Ну, то есть разрешить, например, оппозицию участвовать в выборах, может не сразу, отменить цензуру постепенно и так далее. Какой сценарий есть? Я его считаю маловероятным. Потому что они даже не Горбачевы. Они намного слабее. Понимаете, Горби можно было не уважать, там, любить. Ну, с 80 лет, последующий год, он, конечно, тоже пожилой человек. Но он был довольно сильный. Ну, то есть, представьте, разрешить, например, критиковать себя, не бояться этого, может, только сильный человек. Запрещать все, там, не дай бог, появится какое-то упоминание Путина с Медведевым критическое, это все катастрофа. Но это сценарий самый хороший. То есть, власть поймет, что надо соблюдать институцию, вернуть людям выборы, вернуть свободную прессу, конкуренцию и так далее. Это сценарий тоже. Какой у нас будет, я не знаю. Я считаю, что от сидящих здесь тоже многое зависит. Я буду, конечно, сторонник Медведцев. Я себе иного не вижу. Хотя, я должен сказать, что власть провоцирует людей к агрессивным действиям. Просто провоцирует. Да, вот когда-то менты беспредельничают, а при этом им ничего за это не бывает. Ну, никуда не годится. Вот они, например, тоже 31-го у нас в Москве, они сломали Саше Артемьеву, нашему товарищу из «Солидарности», сломали руку. Он в руки парень. Вот он как бы вы, Александр. Нет. Ну, он что там, это же комплимент. Я тебе сказал, что тут стоит. Что значит, что вы не сломали? Нет, они ему ударили дубиной по руке. Сломали в двух местах руку. Сейчас, причем это все видно. Сейчас же, слава богу, интернет есть и все снимают. Парень несчастный с переломанной рукой. Он, кстати, журналист газеты «РУ». Он с переломанной рукой ходит, а они никак не могут найти, кто ударил. Те говорят, вот ударил. Вот, смотрите, в интернете есть. Пожалуйста, вот это ударил. Нет, это вроде него. Там что-то лицо у вас неправильно. Вот тут голову приклеить другую. Конечно, такие действия, когда вот издеваются и при этом скрывают себя, это никуда не годится. Да?